17 октября в 11.50 моя дочь позвонила мне, она не понимала, что происходит, я слышала на заднем фоне крики, стоны, дочь кричала в трубку о том, что мама, здесь страшно, помоги, из ноги течет кровь, я не понимала, думала драка. Когда я сказала дочь, скажи внятно, что происходит, она говорит, мамочка, здесь взрывают, стреляют, мне очень плохо, помоги. Муж выехал, тут же через 7 минут он уже был на месте, потом уже со слов мужа, вам говорю, что увидел ужас, конечно, вокруг было очень много детей, все окровавленные, они поехали в больницу, в больнице тоже творилось что-то с чем-то, помогали хорошо ребята из медицинского колледжа, оказывали поддержку именно моральную, потому что не каждый выдерживает, ребенку сделали рентген, перевязали рану и отправили домой. На следующий день, ближе к 8 вечера к нам пришли с ксивой, люди сказали, вам нужно выехать на допрос, до 12 часов ночи нас там продержали, раны еще, конечно, кровили, ей было плохо, но у них тоже приказ, мы их понимаем прекрасно, вот, был допрос, и они сказали на следующий день на судмедэкспертизу, то есть это был день похорон, мы поехали на судмедэкспертизу, все, нам опять линейка, все, она померила, записала, сказала, надо идти к лору, к хирургу, вы понимаете, в таком состоянии мы сейчас никуда не пойдем, вот, и тяжело, и тут нам приходит смс, к нам телефон, что зайдите на Кирову, не помню, уже 17, 18, да, зайдите по поводу компенсации, я ребенка, сын, я оставлю, он уже был в месте, мы селены в такси, говорю, поехали. Ритузам со мной, задюшла, да, мам, я боюсь оставаться на улице, да, я пойду с тобой, вот она на одной ноге как-то допрыгала, нас направили, у нас не кабинет был, типа актового зала, и большой стол длинный, когда нас увидели, первая реакция была такая, я вам дословно говорю, зачем она ее сюда приплыла, у меня ребенок в слезы, я говорю, вы знаете, мы не сами эту смс-ку писали, а нам пришла смс-ка, мы пришли, говорю, по поводу компенсации, нас в списках нет, я говорю, на госпитализации не было, а была указана медицинская помощь, нет, мы таким, как вам, деньги не даем, ну, потом уже более адекватная женщина меня выслушала, сделала запись, все, мы прибыли домой, потом, значит, у нее пошло загноение ран, я очень сильно напугалась, сама подключила антибиотики, потому что к хирургу нам никак не было не попасть, мы прикреплены, мы не Керченский, мы из Щелкина, мы прикреплены там, когда было собрание с Аксеновым, я подошла к женщине, которая представитель медицины, и объяснила ситуацию, тут же, конечно, был звонок, на следующий день мы были у хирурга, ну, так как я уже лечение сама сделала, он сказал, мама, делай все правильно, ну, вот, как бы нам еще нужно было отметиться у судьбных экспертов, и все, я писала по поводу компенсации, Аксенов еще, кстати, лично сказал на собрании, что вот эти вот выплаты, которые Медведевым назначены, будут произведены, тут же я читаю, что Аксенов уже читал, что все выплатили, я писала лично ему в фейсбук раза три, я писала в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, Медведеву писала на сайт правительства, мне пришли ответы, и вчера мне позвонили, слышно было очень плохо, видимо, записывалось на громкой связи, вот, мужчина читал мои письма, жалобы, и говорит, так что вы в итоге хотите, чтобы я наказал ту женщину, которая вам сказала, говорю, знаете, мне наказаний никаких не нужно, вы сказано указом премьер-министра Российской Федерации о компенсации, я не знаю, что дальше вы делаете с ребенком, у нее три осколка, девочка, шрам страшный на ноге, дальше делаем операцию, или как-то какую-то пластическую операцию, вы поймите, что ребенка 15 лет, вот, он сказал, я в этом вопросе некомпетентен, давайте я вам скину сайт, там, куда-то, куда-то, и вы напишите, ну, хорошо, я ждала, честно, два-три часа, никакого ничего, до сих пор гусей, ничего нет, ну, я тогда уже написала сама, и потом, когда уже увидела статью в вашей газете, решила по-моему обратиться. Как сейчас дочь себя чувствует? Ну, уже, конечно, дети быстро забывают все, ну, мы ходим, так, возим ее, естественно, на учебу, потому что приняли такое решение, что если нас хотели запугать, ну, не на тех нарвались, мы все равно будем ходить на учебу, и дети, они как-то там в коллективе, они друг друга поддерживают, и быстрее это все переживают. Нога, конечно, ну, я вышла на фотографию, посмотрите, не радует меня нога, заживает, там, оказывается, от удара был, осколок был горячий, еще ожог. Получилось, что она на большой примене как раз заходит в буфет и видит вот эту оранжевую вспышку. Повезло ей тем, что ее откинуло в сторону, и попало ли уже осколки. А вот девочка Настя Радько, которая сейчас лежит в Москве, родится, вот она шла следом, они две подружки с одного курса. И Настюне уже то не повезло, конечно, там вот эти все болты, которые бы не попало в нее. Почему так? Ну, заживают раны, готовимся к Артеку, вроде бы, как пообещали, тоже они все время приносят дату. Вам не принесли, да, бумажку с Артека, приглашение? Приглашение нет, мы собрали все документы, которые нужны были, нам сказали, зарегистрировались на сайте, мы все это сделали. Ну, и как и плашка, мы все приглашили. Но сколков в ногах ничего нет, да, у ребенка? Три осколка. А, три осколка осталось еще, да? Пять миллиметров, четыре и три миллиметра. А когда доставать не говорят врачи? Сказали, не нужно доставать, они выйдут сами. Так сказали, как все они говорят. Ну, вы же понимаете, что они могут дрейфовать, в сосуд попасть, в общем, мы в шоке. Что дальше делать, не знаю.